нормально ваша как да все нормально отдыхает вы откуда я из ханты мансийского автономного округа ну поэтому и отдыхает почему поэтому ну потому что потому что вы из ханты мансийского автономного округа но поэтому можете себе позволить отдыхать да по моему позволить отдыхать все могут да особенно люди в курской области ну конечно если эти пи***ки террорюги поперли ну ну как говорится это создатель все видит он накажет негодяев а россиян тоже накажет каждый понесет ответственность за свои действия да в том числе и владимир путин ой бла 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 вот вас не понять вы вот все не знаю верите в какую-то перемогу вы чё думаете вот вы сейчас на курс заскочили и все у вас будет хорошо не ну пройдите вы же жире 20 помогут до вас разбудка последних собак и вы потом приползете на коленях и скажите русские братья помогите мы же братья подождите смотрите вы сказали что все это не всю дорогу слышь вот вывод топот вот ты же историю знаешь ты же образованы смотрю очки есть и тебя но у тебя не ты бы без очков айфоновская ты же историю знаешь что что еще раз что ты же историю знаешь ты же прекрасно понимаешь вот на протяжении веков как все это происходит вы ходите под поляков залезете то еще под что-то а когда вам по там на вы бежите к русскому царю и говорите возьми под опеку и в рот справедливости ради просто чтобы внести небольшую справедливость вот в это вот все заявление украинцы всегда стремились и лезли именно к собственной независимости а то что они были в составе других государств поэтому они прибежали вот там богдан хмельницкий поэтому прибежал к русской к русской царице и говорит возьми меня екатеринушка по-братски слушайте то что то что вы заставляет меня католицизм принимать то что они меня я же православный я же ваш я понял то что вы охарактеризовали алексея михайлов как царицу это конечно очень смешно во первых кто был царица царь во вторых просто не в небольшой небольшой вам такой экскурс что на тот момент московия обещала богдану хмельницкому и гетьманщине сразу после подписания договора договора арусь дурачок до московия это понятие поляки в этом уж там как-то постоянно говорили конечно русь да алексей михалыч же руси знаменитое государство русь во главе с алексеем михалычем русский царь да да как царица так вот московия обязалась вступить войну с поляками а когда они вступили войну с поляками то есть мы себя нашли союзников и на тот момент были нашим союзником и когда вам поляки разбили кувы в крысу подписали договор с поляками смотри дурачок вот это небольшой экскурс это равноценные вещи союзники равноценные вещи а он прибежал под под покровительство русского царя до побежал под покровительство русский царь пообещал развивать войну полякам ну вообще не ничего не союзнические отношения так он же служил русскому царю богдан хмельницкий понимаешь что служба русскому царю и внешнеполитический союзник это как бы равно понятно у вас у россиян нет понятия у вас понимаешь у вас у россиян все меряется а исключительно вот в этих вот измерениях типа кто кого победил то есть вас не бывает союзничество вас не бывает какого-то товарищество поэтому вы нарушаете все договора поэтому от вас в данный момент мир и отвернулся союзник служит другому союзнику правильно и когда я это сказал и когда это по-твоему так получается подожди на южную уже другому союзник не получаются а как же тогда богдан хмельницкий был союзником русского царя если он служил русскому царю когда он служил русскому царю всегда назови мне временной промежуток это было слышь дурачок на русский но бы раз кино было после этого и нам потемкин слышь украина этих всех казаков и они поклоны ему били ну потемкин это же как раз то же время когда я алексей михалый джи вот они в одно время же ты глупый такой ты же глупый ты же глупости говорит слушай но было такое блин раскинул мою и он слушай а я видел кино видео но видел вот кино в котором вот так вот первые 20 секунд от кино было написано что путин вот прям 20 секунд видео это правда получил ну дурак думкой богатеет так шоке но все-таки нельзя и ну не понял какое кино ну ты ж говорил кино там и но советский фильм художественного было она раз был советский художественный officers 3 года скажи мне пожалуйста аккуратитесь к или какой-то там скажи мне пожалуйста а вот смотри не regelauta логическую писем логическую цепочку мне построить смотри вот советский союз снимает фильмы про украинскую историю да а каким образом украина попала в состав Советского Союза. Про историю государства Российского, слышь? Не, не слышь. Расскажи мне, каким образом Украина попала в состав Советского Союза? Она всегда была. Это была Малороссия. Ну как она попала в состав Советского Союза? Украинизация, слышь? Потом произошла украинизация, ее назвали Украиной. А это была Малороссия. В 17 веке уже назвали. Уже украинизация в 17 веке. Малороссия ее называли в 17 веке. Малороссия или Украина? Украина это слово окраина. Край чего-то. Нет. Да. Нет. Да. А что такое краина? Слово край. Ну, что такое край? Не знаю, как по-хохлядски, я не разумею вашу моего, понимаешь? Ну, так не по-хохлядски. Вы-то себе что-то поновыдумывали вот этой всякой блеотины, слышь, дурачок. Скажи мне, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, как на славянских языках переводят, на других славянских языках, кроме российского, переводится слово край? Не, просто, ну, интересно, да, вот какие ты знаешь славянские языки, у меня подсвет. Вообще, вообще тема неинтересная. Ну, зачем мне это? Ну, ты же говоришь, что край значит, значит край. По-русски слово край, край чего-то. У меня подсветка падает от твоей тупости, ну, ты на приколе, что ли? Ну, прикинь, да. Как я, блядь, на расстоянии, ебану тебе голову, то у тебя падает у долба, блядь. Купи нормальную подсветку, блядь. Она хорошая. Европеец, хуй, втюхая. У меня подсветка не закреплена. Мы с вами видим такую ситуацию, что у вас есть какой-то определенный список писателей, которые пострадали от репрессий. У меня есть список писателей, которые пострадали от репрессий, в том числе и на этнической почве. Людей осуждали по выдуманной статье за, как это называлось там, буржуазный национализм. Людей сажали в тюрьмы за то, что они считали себя украинцами. Это уже показатель того, что это явная тирания. Вот понимаете, в чем я хочу тоже сказать? Интересно. Вот когда Хрущев был первым секретарем партии Украины, коммунистической партии, тогда и он состоял в тройке. То есть, которые непосредственно расстреливали, уничтожали. Не расстреливали, вернее, осуждали. Вот. И? Что это? Это что-то должно поменять? В республике не было столько предоставлено народа для расстрелов, для осуждений, для репрессий, как из Украины, когда Хрущев находился здесь. Так вот, даже есть документ, и есть документ, смотрите, на котором Сталин собственноручно делает резолюцию, пишет. Уймись, дурак, когда Хрущев требует, просит, вернее, предоставить ему право больше репрессировать и больше предоставить дра расстрелов. Сталин говорит, уймись, дурак. Вот в чем дело, понимаете? А где он это говорит? Слушайте, 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 это к делу, это к делу, это к делу. Это непосредственно. Есть такой, вы можете загуглить, есть такой документ. Где Сталин собственноручно... Нет, я могу, давайте я загуглю. Как он называет? Евгений Юрьевич Списов об этом говорит. Нет, ну вы скажите документ, чтобы я почитал. Вот послушайте, Евгений Юрьевич Списов, он массу документов приводит. Он приводит документы, которым четко принимались решения, номера этих документов, номера заседаний. Но если вы это смотрели, то скажите мне, где Сталин пишет вот это? Вот уймись, дурак, где он это пишет? Вы впрямую задайте вопрос такой в гугле. Или я думаю, гугл помнит это. И вам выдаст этот документ. Так вот, так вот. Делали вот эти гадости люди на местах. Именно на местах. Впоследствии Хрущев приблизился к Сталину, впоследствии он стал руководителем страны. И впоследствии он опять же, он почему-то переграл вопрос с Крымом. Зачем? Для чего? Написано же в документе. Да, почему-то он переграл вопрос с чем? Ну как, написано в документе, почему? Почему-то он переграл вопрос с фашистскими пособниками. Почему? Зачем? И просто... Какие фашистские пособники? Вы про депортацию из Крыма имеете в виду? Нет, я говорю о... А про депортацию из Крыма что вы думаете? Я говорю о том, что Хрущев зачем-то выпустил бандеровцев из Тюринга. А зачем? Более того, более того, более того, идеологических врагов, которые идеологически были против этого государства, стал назначать на ключевые посты Украины. Более того, решил им вступать в партию и занимать партийные должности. Например? Как следствие появились такие удивительные партийные государственные работники, как Кучма, как Горбачев. Каким образом? Каким образом? Каким образом? А очень непростым. Вы вопрос, может, дослушали. Кучма, Кучма. Разве вы не знали? Это сын предателя. Но я же вопрос вам не дорассказал. Вы уже отвечали. Понимаете, это к тому, что, к тому о репрессиях. Мог ли сын предателя страны или сын бандеровца вдруг окончить высшие учебные заведения, не один, и дойти до большого руководящего поста в этой стране? А в чем, собственно, проблема? В том проблема, что, действительно, в этой стране было больше демократии, нежели сейчас как на Украине, так и в России. Приведите мне пример, приведите мне подобный пример с Украиной. Сможете? А я смогу вам привезти. С Украины? Да ради бога. Олесь Бузина. Его позицию, его просто взяли и пристроили. Хоть один завел. Очень, очень, очень простой пример. Очень простой пример. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, на вот эту вот шайку квази-республики ДНР и посмотрите, где жили их родственники до 2022 года. И все, все очень просто. Дело в том, что жили на территории Украины родственники глав вот этого квази-государства. Так жители этого квази-государства получали пенсии, чтобы понимали, от Украины. Но это, если говорить вот в контексте вот этого узкого примера, что там чьи дети, да? А если говорить в контексте уже таком более масштабном, то это вообще смешно говорить о том, что Украина это какое-то недемократическое государство, потому что Украина настолько... У вас внешнее правление. Я могу это доказать. Докажи. Попытайтесь. С легкостью. Давайте. Последние вот эти безобразия, которые вы называете Майданом в 2014 году, сколько было на Майдане людей? Какая разница? Ну, давайте мы включим математику. Нет, давайте вы включитесь и расскажете мне доказательства внешнего управления. Я объясняю. Объясняйте. Что же у меня вопросы задаете? Объясняйте. Я просто хочу подвести базис к этому. Не, ну вы объясняйте. Сколько было людей на Майдане? Ну, вам трудно сказать, что... Ну, скажите, пожалуйста. Объясняйте. Что я должен за вас отвечать? Ну, подождите. 10, 20, 15. Ну, вы же скажите. Вы же знаете. Вы знаете? Ну, судя по... Ваши есть доказательства внешнего управления. Доказывайте. Я вас слушаю. Смотрите. Судя по площади вот этой Крещатики, Там на протяжении полугода Постоянно находились Ну, как минимум тысяч действий. Как минимум. Ну, будем среднюю числу взять 15 тысяч сторонников Майдана. Согласны? Вы рассказываете. Я слушаю. Нет, вы говорите. Я о том скажу. Я был с самого начала не согласен. Давайте лучше. Так как я рад, что я скажу. Вы хотите аргументировать? Аргументируйте. Я слушаю. Пожалуйста. А что вы боитесь? А что вы боитесь? Ну, вы скажите. Согласны, что на Майдане было... Нет, я совершенно не боюсь. Я просто хочу, чтобы вы закончили мысль до конца. Что вы мне спрашиваете каждые 2 минуты? Вы на экзамене тоже спрашивали у преподавателя, когда что-то аргументировали. Так вот. Хорошо. Ну, тогда не убегайте. Надеюсь, у вас хватит отваги, честности, выслушать до конца. Так вот. На Майдане было около 20 тысяч сторонников Майдана. 20 тысяч... Это целая войсковая дивизия. Я видел статистику. Где вы видели данные? Целая войсковая дивизия. Ссылку на документы. Обещали не перебивать. Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю. Вы не отвечали. Вы убирались. Так вы же аргументируете. Если вы аргументируете, у вас должны быть данные. Нет, вы меняете перебивать. Вы отважно согласились выслушать мои доказательства. Так слушайте. Так их нет. Где доказательства? Слова это не доказательства. Молодой человек. Вы не надо. Не надо вот так вот соскальцовывать. Как? Слова это же не доказательства. Я же вас спрашиваю. Мужчина, вы когда рассказываете о Майдане и поднимаете подобные вопросы, вы должны прекрасно понимать, что Майдан это нечто стихийное, которое прокатилось по всей Украине, а не находилось исключительно, центрировалось в Киеве. Майдан был везде. Да, да, да. Людей сажали в автобусы. Тогда или? Хорошо, вы согласились. Да, рассказывайте дальше. Да, я слушаю. Так вот, сколько находились непосредственно? Жгли костры, жили в палатах. У вас статистика есть? Писали как? У вас статистика есть? Ну, надеюсь, вам-то виднее. Скажите, не стесняйтесь, сколько было? Вы же рассказываете. Я спрошу, у вас есть статистика? Нет, ну сколько было? Сколько было? Вы же рассказали только что. Ну, в Крещатике было 10 тысяч человек. Откуда статистика? 10 тысяч – это дивизия. Откуда у вас статистика? Смотрите, дивизию содержать очень много. Я вас поздравляю, расскажите, откуда у вас цифры? Понял, цифры свыше. Хорошо, слушаем дальше. Как вот, как вот, как вот. Зачем вы меня перебиваете? Потому что вы на вопрос не отвечаете. Вам тяжело, вы не знаете. Так скажите выше, что вы не знаете. Зачем вы тогда заводите разговор на ту тему, в которой вы некомпетентны? В чем проблема сказать, я не знаю. Зачем сидеть и рассказывать, что было 10 тысяч, но привести доказательств я не могу? Я вижу, что вы боитесь этой темы. Очень боюсь. Дело же не в том, что вы доказательства не приводите, а дело в том, что я боюсь. Так и скажите, что вы будете меня перебивать и не дадите мне доказательства. Так вы на вопросы отвечаете. Вы же защища, вы же аргументируете. Почему я не могу задать вам вопрос, когда вы аргументируете? Вы просто простой. Источник, где вы, откуда цифры? Все. Не уводите меня в сторону. Не надо. Боитесь? Вот вы, по-моему, как раз таки боитесь мужчины. Но источник, откуда цифры у вас? Назовите их все. И пойдем дальше. Только... Нет, не так вот. Откуда цифры? Откуда цифра? Все понятно, понятно. Ты включил свое украинство, крышку украинскую, и все, и понеслось. Какой позор. Ну, давайте дальше. Все, хорошо. Цифра у вас от Бога. Мы взяли. Хорошо. Давайте дальше. Нет, ну, тут заявляют... Ну да, ну, цифра, цифра от Бога. На Майдан вышла вся Украина. Вот так заявляют. И мы все были, вот кроме... Мужчина, вы продолжайте аргументировать. Я понял, что вы обиделись. Вы продолжайте аргументировать. Я не обиделся, мне плевать на вас, понимаете? Все, я понял, что вы обиделись после этого еще сильнее. Ну, закончите аргументацию. Не сливайтесь. Прошу, хотя бы один россиянин, не сливайся. Пожалуйста, расскажи мне. Аргументируй мне внешнее управление. Давай, я слушаю. Я слушаю. Так вот. Объясняю. Объясняю. Надеюсь, вы теперь будете молчать? Вы объясняете-то. Я же вас не перебивал. Я задал вопрос. Вы будете молчать или нет? Нет, или будете вот так вот напереть... Да, я понял. Все, я буду молчать. Все. Самое важное мы выяснили. Цифра у нас от Бога. Это держим в голове. И молчим. Все. Да. Так вот. Содержать полгода на площади. Кормить, поить, одевать. Жить где-то. В конечном итоге срать куда-то. Биотуалеты и все. Это огромных денег стоит. Понимаете? Это огромных денег. И вот когда, когда Виктория Ноланд бегала там с печеньками и раздавала их чайком и кричала. Нате, нате, вы там голодненькие украинцы мои дорогие. И вот это цирк. Нужно посмотреть, как Виктория Ноланд отчитывается в Конгрессе. Как Виктория Ноланд отчитывается перед журналистами американскими. И открыто заявляет. То есть она не может врать у журналистов, потому что у них, в отличие от Украины, в открытом доступе. Она впрямую заявляет, что мы потратили на эту революцию, демократии, на Украине 5 миллиардов долларов. Представляете? И это есть в Ютубе. Вы можете посмотреть в свободном доступе. Виктория Ноланд разговаривает с журналистами американскими и заявляет, что Америка потратила 5 миллиардов долларов за полгода на революцию единственности Украины. Вот. Согласны. Где внешнее управление? Внешнее управление налицо. То есть Америка из океана. Нет, вы мне не аргументировали, где здесь внешнее управление. Для создания революции на территории одной из суверенных стран. Якобы суверенных. Вот. Далее, 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 далее. Сейчас уже очень просто можно провести. То есть на заповеди статистика есть данные о том, сколько пахотной земли принадлежит таким компаниям. Как Burisma, американская компания. Это компания Байкенов. Я жду аргумента про внешнее управление. Я так и не дождался. Вы сказали, что кто-то в интервью не сказал. А где доказательства? Деньги не меняются внешним управлением. Деньги абсолютно. И вы как были под внешнее управление, так и оставили. Так вы не аргументировали, где и что такое внешнее управление. Когда? Вернемся немножко в историю назад. Так, хорошо. Секунду. Я понял ваш аргумент. Смотрите. Очень простой у меня есть ответ. Скажите, пожалуйста, если вы считаете предоставление финансовой помощи для того, чтобы поддержать протестующих. Какая финансовая помощь? Позвольте. Если эта финансовая помощь была направлена, чтобы выплатить пенсионерам пенсии или зарплаты рабочим, это одно. Если создание новых предприятий, это другое. А если она открыто говорит, вы потратили 5 миллиардов долларов. Это в Конгрессе. 5 миллиардов долларов для создания демократической основы в Украине. Хорошо, смотрите, такой аргумент. Это ее слова. Это по-вашему внешнее управление? Конечно, конечно. Но при этом, я понял, смотрите. Остороннее государство тратит огромные средства для кого-то. Вы когда-нибудь видели американцев, чтобы они там... Я понял, да, смотрите, но при этом, но при этом, при всем, что с вашей позиции... Колокольчики индейцам раскинули. Помните, как они истребили свои... Да, можно я договорю? Помните. Спасибо. 90 миллионов, это две Украины, они просто... Хоть 10, смотрите, вопрос такой. Если, по вашему мнению, это является внешним управлением, можно ли тогда сказать, что так называемые Донецкая и Луганские области, это чисто под управлением России находящиеся объекты или субъекты? А вот насчет Луганских и Донецких областей, вы можете открыть... Но это не внешнее управление. Слушайте, вы можете... Это не внешнее управление. Мы перевозили туда деньги, мы перевозили туда... А технику вы туда перевозили, военных вы туда перевозили. Деньги вы туда... Да, не было. Буки, которые вы завозили, из которого сбили малазийский Боинг. Да, это все не внешнее управление. Все, все, вас понесло. Вы не способны спорить. Вы же никак не... Вы же никакие аргументы против не привели. Если ваш уровень дискуссии просто сказать, что человек не способен спорить, не отвечая ни на что, хорошо. Я понял. Это как цифрами про Майдан, которые взялись непонятно откуда. Зачем? Вы обещали слушать. Так что вас слушать, если вы на мои аргументы не отвечаете? Скажите, а это тоже внешнее управление? Я вам отвечаю. Не перебивайте меня. Так ответьте, да, нет, все просто. Не перебивайте. Не перебиваю, все же просто. Россия действительно давала деньги для того, чтобы... Все, этого достаточно, мужчина. Значит, вы тем, что вы сейчас сказали, признаете, что так называемые Донецкая и Луганские области извне управлялись Российской Федерацией, по вашей логике. Если они извне управлялись Российской Федерацией, соответственно, если они извне управлялись Российской Федерацией, соответственно, мы с вами приходим к выводу, к какому? все украинцы чужой обиделись но все же логично и следя из вашей логики все выстраивает розили бру или или уже не за не выстраивается твоих людей на произвол судьбы мало того она расстреливала уничтожала у меня на вопрос ответьте можно ли то есть вы сказали что это считается что это считается внешним управлением правильно продукты и медикаменты и не одна миссия хорошо давайте один факт мне просто интересно как вы с ним будете спорить один факт до 21 февраля 2022 года в эти квази-республики с территории украины поступала вода пить его блин украина шкинула а после а после а еще пенсии они получали украина кинула ай-яй-яй так что там по внешнему управление украина у порошенко порошенко открыто заявил что не будет никаких пенсий не будет никаких детсадиков не будет ничего всякие дети будут сидеть в подвал вот и все именно так и заявил он же он же так и сказал он вышел и говорит что мы ненавидим мы ненавидим днр они в подвалах будет сидеть найдите найдите полностью послушаем вместе я слушал и вы ж врете мужчины вы такой великовозрастный и такой и такой и такой хитрый такие очень просто вы заходите в youtube и в просто смотрите полное выступление порошенко и все это он там не говорит это в контексте таком в каком вы это преподносите все-таки мы с вами сошлись как вы будете аргументировать что все-таки все-таки внешнее управление было россия все-таки страна конфликта правильно не нужны аргументы вы все молодец вы молодец также не нужны аргументы да абсолютно не нужны абсолютно не нужны хотите чтобы не стали опять нужны аргументы приведите мне пожалуйста статистику откуда документ откуда вы знаете сколько было людей на майдане если вы хотите аргумент это начинайте первым рассказываете мне аргументируйте откуда вы знаете сколько людей было на майдане четкую статистику сколько было денег потрачено на содержание этих людей вы хотите вы хотите аргументов давайте аргументируйте чего вас нет будущего вас аргументов не будет аргументов не будет как жало я понял что вы жалкие так аргументы преподнесите хоть какие-то факты как и как ничтожен тот народ что-то позволил вы считать это за ваши обосренные трусы мужчина всего хорошего